Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Священный долг. В Беларуси продолжается осенний призыв. Сколько попручан отправится на службу и в какие войска. Электромода. Беларусы пересаживаются на гироскутеры, сегвеи, моноколеса. Существуют некоторые ограничения для передвижения таких категорий. Какие для них действуют правила и сколько стоит такой транспорт? Им нужна ваша поддержка. В эту субботу, 25 сентября, Бобруйская Белшина будет принимать нафтан из Новополоцка. Во сколько начнется матч и кто сейчас лучший бомбардир команды. А также инновационная программа, отопительный сезон и прогнозы развития. Республиканский бюджет Беларуси 2022 сохранит свою социальную направленность. Насколько вырастут ВВП, доходы и экспорт. Годен или не годен, вот в чем вопрос. В военном комиссариате Бобруйска проходит заседание призывной комиссии. В ходе осенней кампании на срочную военную службу отправят около 400 человек. Сейчас решается, кто поедет в часть в ближайшее время, а кому предоставят отсрочку, или вовсе освободят от призыва. Часть зависит от рода, вида войск. Это воинская часть сил специальных операций, воинская часть противовоздушной обороны, органов пограничной службы, внутренних войск, органов КГБ. Призы проходят организованно, спокойно, без нарушений и проблемы. Последняя призывная комиссия пройдет 30 ноября. Парни, отобранные для транспортных войск, отправятся на службу в период с 25 октября по 5 ноября. Остальные с 14 числа по 17 последнего осеннего месяца. Минздрав в Беларуси обновил статистику покоя 19. За минувшие сутки зафиксировано 1989 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 522 275 человек. В Беларуси временно отменены профилактические визиты в поликлинику. Так продолжится до стабилизации эпидситуации в стране. Попасть к врачу теперь можно только с признаками заболевания, ОРВИ, коронавируса, а также для получения экстренной и неотложной помощи. Исключения составляют обязательные и внеочередные медосмотры работающих. Карточки не принимаем, горячие батареи и осторожно листопад. Наступает астрономическая осень, теплый период года завершается. Какой будет температура за окном? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси планируется направить на инновации более 2,5 миллиарда долларов до 2026-го. Финансирование коснется цифровых, информационно-коммуникационных, биологических, медицинских, фармацевтических и химических технологий и производств. Также в планах проинвестировать такие сферы, как энергетика, строительство, экология. Республиканский бюджет Беларуси 2022-го сохранит свою социальную направленность. На заседании СовМИН обсудили проекты прогноза социально-экономического развития основных направлений денежно-кредитной политики на следующий год. Рост ВВП на уровне 2,9%, реальных доходов на 2% и экспорта почти на 6,5%. Выпускать новые товары поможет модернизация предприятий и привлечение инвестиций. Это сделает сильнее и регионы. В Беларуси начался отопительный сезон. С сегодняшнего дня батареи стали горячими в домах, в детсадах, школах, больницах и музеях, в библиотеках и гостиницах повысилась температура на градусниках еще в понедельник. Последняя в очереди на тепло – административные и промышленные здания. Во всех жилых оно появится до 30 сентября включительно. Ночью 24 сентября могут быть перебои с оплатой по карточкам. Банковский процессинговый центр с 3.20 ночи до 4 утра будет проводить технические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. Об этом сообщается на сайте центра. В указанный период возможны трудности при оплате в торговых центрах, а также со снятием наличных в банкоматах. Наступает астрономическая осень. Теплый период года заканчивается. Облачно с прояснениями будет в четверг. На значительной части территории страны пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер с северо-западный 4-9 метров в секунду. При порывах до 12. Температура воздуха ночью от 1 до 7 градусов тепла. Днем 5-14 со знаком плюс. Транспорт с приставкой электро. Белорусы все чаще пересаживаются на современные средства передвижения. Гироскутеры, моноколеса. Во время пандемии они стали более актуальными. Но о правилах забывать не стоит. Скоростной лимит, возрастные ограничения, оснащенность фонарем и тормозами – лишь некоторые из них. Карина Гуревич о новой моде и старых штрафах. Галина Пехота всю жизнь на велосипеде. Но время не стоит на месте. Наша героиня старается с ним шагать в ногу. Поэтому купила себе электросамокат. Сын посоветовал. Теперь только на нем и передвигается. На зарядку уходит 3 часа. Ее хватает на 50 километров. Плюс есть звонок, фонарик и корзина. Паркую. Есть у меня замочек, если куда-то зайти в магазин. Здесь даже предусмотрена сигнализация. Но так вообще поднимаю на этаж. Он весит 17 килограмм. Это более удобная вещь. Легкая, подвижная. Удобно добираться на работу. В связи с нашими условиями, скажем так, в период пандемии, как исключение. Меньше контакта. Гироскутер, сегвей, моноколесо. Электротранспорт все больше завоевывает любовь белорусов. Что неудивительно. Одни плюсы. Легкие, экологичные, быстрые. И цены не кусаются. Стоит не дороже велосипеда. От 500 рублей. В использовании тоже прост. Справится даже ребенок. На нем приятно кататься. Можно разгоняться. Ну и удобно. А где ты на нем катаешься? Я катаюсь на специальных площадках. Детский парк, взрослый парк. Теперь об ответственности. Как и любые другие участники дорожного движения, владельцы электротранспорта обязаны соблюдать ПДД. Для участия в дорожном движении необходимо соблюдать следующие правила. Максимальная скорость не больше 25 км в час. Фонарь или фары. Исправные тормоза и руль. Их выполнение. Безопасность ваша и окружающих. Между пользователями устройств с электродвигателями и пешеходами ставим знак равенства. Следовательно, за нарушение правил их ждет штраф до 87 рублей. За пьяное вождение до 145. Существуют некоторые ограничения для передвижения таких категорий. Это нахождение в состоянии алкогольного опьянения. И лица, не достигшие 12-летнего возраста, за исключением пешеходных и жилых зон. К слову, сегодня в Белоруссии прошел день без автомобиля. По традиции в столице водители могли бесплатно воспользоваться общественным транспортом. К акции ежегодно присоединяются многие страны мира. В 2021-м их больше 50. Главная задача – привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Без права на ошибку Бобруйская Белшина продолжает борозить просторы первой лиги. Накануне красно-черные проиграли Пинской волне 1-2. Игра прошла в рамках 23-го тура. В этом чемпионате шинники так и не смогли ни разу победить южан. Но это уже в прошлом. На носу матч с Нафтаном. Он станет вторым подряд домашним поединком. В субботу, 25 сентября, на стадионе «Спартак» в 17.00 главный судья даст стартовый свисток. Напомним, сейчас бобручане идут на втором месте в турнирной таблице. Впереди «Арсенал», позади «Крумкачи». Лучший бомбардир команды – Рамазан Исаев. На счету нападавшего 10 забитых мячей. Всего же заводчане 42 раза поражали ворота соперников. Пропустили 28 голов. Это все из «Абытий к этой минуте». Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!